В Архангельске завершилась международная арктическая выставка кукол. 60 рукотворных работ на три дня поселились в гостиных дворах. Это и куклы из полимерной глины, и ватные малыши, и вязаные игрушки. Мы познакомились с каждой, а как это было, смотрите в сюжете. Ученый король царства белых ночей и брусничных земель нашел свое место не только в детской книге Ирины Черепановой, но и в центре международной арктической выставки кукол. К слову, на показ вслед за королем прибыли и жители его волшебной страны. Он отправился на своем древом обилие в первое путешествие, в помощь по спасению северных птиц, маленьких белух, которые обитают у нас в Белом море. А также мы на выставке представились, и можно увидеть красивая елочка с игрушкой. Каждая игрушка выполнена в единственном экземпляре из ваты и картофельного крахмала по старинной русской технологии. Международная арктическая выставка кукол прошла в Архангельске уже в третий раз. В этом году здесь собрались работы авторов из России, Белоруссии, Англии, США и Голландии. Те, кто не смог присутствовать на выставке лично, отправили своих красавиц международной почтой. Мастеров объединяет безграничная любовь к своему делу и желание нести в мир красоту и любовь. Увлечение куклами словно возвращает их в беззаботное детство. Мы уже про себя Архангельск называем Артхангельском, потому что здесь, конечно, вроде кажется, такой замороженный регион, где-то там далеко-далеко. Но такие добрые люди. Вот ради глаз посетителей, ради тех добрых слов, которые мы, участники и организаторы, слышим от посетителей, за этим мы сюда и приезжаем. Радость от отзывов посетителей выставки испытала и Татьяна Григоренко. История создания её кукол началась со слонёнка, которого она слепила из полимерной глины просто от скуки. Татьяну быстро затянуло новое хобби и чуть позже она создала первую большую работу – «Гнома» по мотивам иллюстрации Жанна Батиста Монжа. Когда я начинаю работать с куклами, то есть создаётся болванка, затем изготавливаю глаза. И при установлении глаз в эту болванку я уже вижу героя, получится он у меня или нет. Хоть арктическая выставка и завершилась, волшебство игрушечного мира продолжится 20 сентября в гостиных дворах на новой экспозиции «Прекрасные куклы». Виктория Воронцова, Денис Линчевский, Регион 29.